Следующее будет легкое. Следующее будет очень легкое. Даны два взаимно простых натуральных числа. А и В взаимно просты. Это значит, что их наибольший общий делитель равен единице. То есть на единицу, конечно, оба делятся, а больше ни на какое большее число не делится. Задача. Докажите, что наибольший общий делитель их суммы и суммы их квадратов равен то ли единице, то ли двойке. Что другие варианты невозгодны. Повторяю. Даны два взаимно простых числа. Докажите, что наибольший общий делитель суммы этих чисел и суммы их квадратов не может быть больше двух. Я вчера узнал совершенно роскошный анекдот. Есть такая организация Россельхознадзор. Так вот, эта организация официально признала, речь удивительно смешную, оказывается, структура по производству семян в России по большому счету нет. Рассказываю, есть такая штука, как борьба с едой. Ну, знаете, объявлено, что там какие-то турецкие мадарины, это ужасно, страшно, невкусно, они опасны для жизни и так далее. Ну, замечательно. В общем, много чего. Всякий там сыр объявлен опасным для нашего здоровья. В общем, много-много-много-много всего. Отлично. Ну, казалось бы, ну хорошо, там мандарины нельзя, там яблоки вредно, бананы нельзя. Все-все хорошо. А картошку можно? Так вот, оказывается, что в основном выращивали и картошку, и многое-многое другое. Нет. Из семян, которые в нашу страну ввозили. Поняли идею? А не важно откуда. Дело в том, что мир-то, он, понимаете, да? Он единый. То есть лекарства в огромном количестве в нашу страну ввозили. Надо быть здоровыми, надо заниматься скультурой, радоваться, там, жить поменьше. И все понятно. Но оказывается, что семена тоже. То есть те, кто придумали импортозамещение, оказывается, что, называется, забыли о том, насколько же глубоко за эти годы наша страна успела частично просто войти в мировую экономику, где каждый делает то, что выгоднее именно ему делать, частично, просто, ну, существенно, получается, просто раздолбали, там, разворовали. Вот. Ну, неважно, неважна причина, важно последствия. Выясняется, что если действительно вот не отменять никакие санкции, то довольно скоро семена тоже кончатся. То есть, да, смешно-то такой степени. Мы остались без просочек, но... Нет, 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 я понимаю, что по этому поводу, может, и не прям, что-нибудь отменят, там, придумают, что-нибудь и так далее. Но, тем не менее, согласитесь, это почти анекдот. Я сейчас не на картошке, а вообще о всем не состою. Понятно, что санкции с трудом по предоставке семенов. Нет, ну, можно вообще, во-первых, может, нечуться. Простите, то есть, я так понял, что нот их суммы и нот суммы их квадратов... Нет, нот это наибольший общий делитель. То есть, требует доказать, что не может быть никакого числа, которое больше двух, и при этом и А плюс Б, и А квадрат плюс Б квадрат на него делятся. Да, что? Я хотел сказать, что есть эти дикие растения, дикие... Нет, ребят, то, что можно перейти на, там, агротехнику трёх тысяч лет до нашей эры, безусловно, может. Морковь приручили четыре тысячи лет назад. Можно откатиться на время, когда моркови не было. Тогда люди тоже как-то жили. Это не проблема. Ну, тогда корешками стали? Ну, не только. Тогда просто была другая техника. Были другие продукты и так далее. Наибольший смех, конечно, вызывает человек, который говорит об импортозамещении по мобильному телефону. Дело в том, что если вы всерьёз говорите, что вы хотите вычеркнуть страну из международного разделения труда, то, безусловно, вы должны в первую очередь отказаться от всей электроники, от всех телефонов и так далее. Потому что сколько бы вы там этих станций не напокупали, важно понимать, что они в какой-то момент прекратят работу. Я советую свою, что вы с 50-го года оставили. Для мобильной телефонии они пригодятся. Может быть, YotaFone? YotaFone – маленькая проблема. Делают его всё равно в Китае. В Китае. YotaFone – это означает, что фирма, заказавшая его, юридически в России. Но физически-то станки в Китае. Поэтому, если вы решили воевать со всем миром, то... А Китай же Саицы не приходил. Но опять-таки, кто-то должен сделать. Что такое вашего производства? Российского производства. Все заводы уже давно не работают. Нет, нельзя. Для этого нужны инженеры. Это не делается прямым приказом. Если вы на улице погоните 500 людей с автоматами, они вам всё равно не сделают работающий телефон. Для этого всё равно нужны специалисты. Без специалистов всё равно нельзя. Специалисты есть, но специалисты в этой политической системе работать не могут. Понимаете, невозможно... Специалист должен работать в приличных условиях. Понимаете, специалист не может работать, когда ему придумывают запрещение всевозможное. Специалист может вам сделать булочки с макфором. Но когда за один гипмагер человек арестовывают, не будет вам булочки с макфором. Специалист может вам сделать электронику. Но когда за одно слово, там, интеграл или там ещё что-нибудь арестовывают, не будет вам интеграл. Ребята, не бывает просто так. Не бывает высокой техники в каменном веке. Не бывает одновременно диких политических процессов и вкусного магазина. Не бывает. Либо вы людоеды, либо у вас хорошо в стране. Не бывает одновременно. Мы, может, и людоеды. Вы людоеды. Да. Чай. К сожалению, работаем. Итак, есть числа А плюс Б и А квадрат плюс Б квадрат. Можно мы всё-таки решим. Она лёгкая. В отличие от предыдущей, я не хочу здесь подсказывать. Здесь нужно просто вспомнить одну милую школьную форму. А при этом Ка-ни-вы это различно? Ка-ни-вы нет. Они могут быть одинаковыми, но чтобы быть взаимно простыми, им тогда придётся быть равными единице. Если А равно Б, и они взаимно простые, то это просто означает, что А равно Б равно единице. Если они равны единицы, то всё правильно. Да. Ну а если они просто взаимно простые? Скажем, 3 и 19. А равно 3, Б равно 19. Ну что, неужели права не делается? Ещё раз. Даны два взаимно простых числа. Какое-то там число А, и какое-то другое число В. Взаимно простых, это значит, что нет ни одного числа больше единицы, на которые бы оба без остатка делились. Мы взяли, нашли сумму квадратов и нашли сумму. Оказывается, что если и то, и то делится на какое-то число, то это число не может быть больше двух. Задача – это применение простой школьной формулы. А плюс Б и А плюс Б. Выходите, напишите. Давайте, давайте, смелее. Очень интересно, что это. На центральной доске напишите, пожалуйста. На большой доске. Быстрее. Вот это тот самый потрясающий эффект. Заметьте, во всем остальном она вполне замечательная. Я уверен, что она и в школе учится, и так далее. Она учит алгоритму. Она не понимает, что А и Б – это реальные числа. Она не может проверить эту формулу под Сталин. Есть такая замечательная формула. Британские ученые доказали. Так вот, ребята, вот это вполне можно печатать в газетах со словами «британские ученые доказали». Вот. Ну, скажем так. Вот пока вы не написали минус А, Б, это на самом деле было похоже на правду. Хотя правды все равно не было. Давайте обсудим, что такое А плюс Б в квадрате. Ребята, если у нас есть отрезки А и Б, то вот это называется А в квадрате. Вот это называется что? Б в квадрате. Площадь вот этого прямоугольника – это А, Б. И площадь этого тоже. Ребята, соответственно, здесь, конечно, плюс 2, А, Б. Объясняю. Вот возьмите вместо чисел А и Б, например, 3, 5. Вы умножите? 3 плюс 5 сложить. 8. А 8 на 8 умножить? 64. Отлично. 3 в квадрате – это 9. 5 в квадрате – 25. 9 плюс 25 – 34. А вот как вы считаете? 64 и 34 – это одно и то же? Нет. А почему? А потому что 2 умножить на 3 умножить на 5 – это как раз и есть те самые третьи. Поняла? Поняла. Но, тем не менее, ребята, те, кто над ней смеялся, не заметили одну простую вещь. Вообще-то она пошла к доске и сделала шаг решения задачи. А все остальные не сделали. Поэтому из присутствующих она, безусловно, сделала сейчас больше, чем все остальные. Вместе с тем, что это первый шаг в решении задачи сделано. А плюс Б в квадрате – это А квадрат плюс Б квадрат плюс 2 А, Б. Вот теперь как бы нам что-нибудь понять. Пусть есть какое-то число. И пусть А плюс Б и А квадрат плюс Б квадрат на него делятся. На самом деле, все это совсем не так весело. сплошняком весь день она учится. И действительно изо всех сил. Отлично. Начинаем разбираться. Она учится изо всех сил. Когда стали выяснять, а что же она знает, выяснила, что фактически ничего. Потому что да, она отличница, да, пятерки, да, все замечательно. Но при этом каждая тема выучается. И ни разу в жизни она не задала себе вопрос, а зачем. Каждый раз ответ простой. Что в пятерках улучшишь? А вот эту тему надо выучить, потому что все учат. А дальше совсем ужасно. А эту художественную книгу надо прочитать, потому что все читают. Понимаете, я даже не понимаю, что там делать. Потому что она настолько привыкла жить вот таким способом. С суперответственностью перед родителями. И с ощущением нулевой ответственности перед своей дальнейшей судьбой. Что на вопрос, а зачем вы это учите, у нее нет ответа нигде. Мы учим эту тему, потому что задали. Я это тогда не поняла. Но я запомнила, как надо было отвечать на вопросы теста. И так далее, и так далее. И это действительно тяжелая вещь. И поверьте, она действительно изо всех сил учится. То есть тратит очень много сил. И у нее действительно там везде четверки, пятерки и так далее, и так далее. И я не понимаю. То есть, если бы я был там мамой и папой, все было бы просто. Я бы ей сказал, не иди завтра в школу, а то спись. То есть неделю поспи, после этого человеком станешь. Но я не могу. Потому что родители считают, что нельзя пропустить. Надо в этом ритме жить. Надо обязательно все успевать. А все успевать не может. А все успевать уже не будет. Вернее, как? А с низком не получается. Пятерка получить получается, а понять не получается. Так, кто-нибудь решит? Еще раз решу. Предположим, есть такое число, на которое делится и а плюс б, и а квадрат плюс б. А квадрат плюс б квадрат делится, и а плюс б тоже на него делится. Отлично. Что тогда? Что тогда? Итак, а квадрат плюс б квадрат делится на с, а плюс б делится на с. Из верхней формулы что сразу следует? Смотрите, пожалуйста, снимайте. Вот это делится на с. И вот эта сумма тоже делится на с. Что из этого сразу следует? Обе части. А конкретно какое число? 2b. 2b. Молодец. 2ab. Это же разность вот этих вот чисел. Этого произведения, эту сумму квадрат. Значит, 2а, b обязательно делится на с. Отлично. Как устроены делители произведения 2а и b? Это либо двойка. Но это неинтересно, да? Либо что? Повторяю. Как устроены делители произведения 2а и b? Двойка неинтересна, потому что с больше, чем 2. Значит, должен быть обязательно или делитель числа а, или делитель числа b. Правильно? Да. Отлично. Но если у нас есть делитель числа а, ребята, и при этом а плюс b делится на тот же самый делитель, то он будет и делителем числа b. А это противоречие, поняли? Потому что а и b были взаимопростые. И наоборот, если мы берем делитель числа b, и на него делится а плюс b, то он будет зато и делителем числа а. И значит, что? Значит, получилось противоречие. Всё.